У меня вопрос о левитации. Левитация? Для меня понятно, что энергия поднимается. Но как может подниматься тело? Это же противоречит закону всемирного тяготения. Видишь, я сейчас левитирую. Ты спрашиваешь, как это происходит? Или возможно ли это в принципе? Возможно ли это? Как это осуществляется? И умеете ли вы левитировать? Видишь? Возможно ли это? Да, возможно. Как это происходит? Существует много способов. Или скорее существуют определенные способы, с помощью которых вы можете становиться все менее подверженными гравитации. Существуют практики. Определенные крии, с помощью которых становишься менее подверженным гравитации. Таким образом, человек может левитировать. Это возможно. Когда ваша энергия кундалини повышается с невероятной силой, возможно, вы и не левитируете, но вы увидите, как тело поднимается в воздух и опускается само по себе. Оно не зависает в воздухе, но поднимается и опускается на землю. Если вы совершите небольшое усилие, это происходит и без усилий. Но с небольшим усилием, когда ваша энергия поднимается, это происходит. Вы, наверное, слышали о... святая Истамилнаду. Майямма. Слышали о ней? Никто не знает, откуда народом. На ее черты указывали на происхождение из Непала. Она никогда не говорила. Она жила в Каникумари, самой южной части Индии. Она всегда дружила с собаками. За ней все время бегала целая свора собак. Она настолько их любила, что воровала для них еду из закусочных. В маленьких придорожных закусочных выкладывают на прилавки разную еду. Она просто хватала ее и бросала собакам. Много раз люди ловили ее, били, бросали в нее камни, потому что она брала их еду и давала ее собакам. Она никогда не разговаривала. Но затем люди увидели, как она качалась на океанских волнах. Она просто сидела на поверхности воды, качаясь вместе с ней. Когда люди увидели это, они тут же оставили ее в покое. Они, конечно, оберегали свою еду, но больше не причиняли этой женщине физического вреда и не оскорбляли ее, потому что увидели, как она сидела на воде. Существует много способов уменьшить свою подверженность гравитации. Могу ли я левитировать? Я хочу ходить по планете. У меня нет желания парить над ней. Некоторые люди, обычно те, кто идут по пути хатха-йоги, владеют этим умением. Но это не представляет важности с точки зрения жизни. если вы парите в воздухе или левитируете в течение нескольких минут в день, как это повлияет на вашу жизнь? все наши усилия здесь направлены на то, чтобы вы могли идти по жизни, крепко стоя на ногах, чтобы вы могли идти по жизни вне зависимости от того, что с вами случается. не важно, с какими ситуациями вы сталкиваетесь, вас ничто не задевает, вы словно ребенок, как будто вы только родились. не имеет значения, сколько событий происходит в вашей жизни. что-то идет не по плану, все летит в тартарары, каждый день возникает новый кризис, но это не оставляет на вас и следа. вот чудо. я хочу, чтобы все вы сотворили это чудо. если на смертном адре вы чувствуете себя так, словно только что родились, это означает, что вы сотворили невероятное чудо, проходя по жизни нетронутыми. это возможно. Так что мы заинтересованы в таком чуде. Парить в воздухе, ступать по воде. Для чего вам все это? Вы будете привлекать внимание три дня. Но если будете ходить по воде каждый день, никто уже не станет на вас смотреть. Все сядут в своей моторной лодке и с шумом умчатся. Тогда вы поймете, что лучше бы и вы тоже сидели в лодке. Не так ли?